Здравствуйте, вы смотрите Архиз 24, это прямой эфир, меня зовут Эрнест Чуков и сегодня в этой студии мы обсудим, на мой взгляд, очень важную тему, а именно как защитить себя и своих близких от простудных заболеваний. Как не заболеть, когда все вокруг чихают и кашляют, и что делать, если все-таки болезнь, коварная болезнь проникла в наш организм. Об этом мы не только поговорим в течение ближайшего часа, здесь в этой студии с нашими гостями-экспертами, позвольте вам их представить. Марджана Руслановна Аркелова, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Карачаева Черкесской Республики. Бачаева Белла Зретовна, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Карачаева Черкесской Республики и пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево Черкесской Республике Елена Ивановна Покровская. Также у нас в зале присутствует главный врач Республиканского центра общественного здоровья медицинской профилактики Карачаева Черкесской Республики Инверму Зафирович Байчоров, а также наши любимые педагоги, а именно Родина Робизоновна Цекова, директор гимназии номер 13, Фатима Мухаммедовна Гумжачева, классный руководитель 3-го Б, если не ошибаюсь, этой же гимназии, гимназии номер 13, и Фатима Хасанбиевна Балатова, мама. Вот, наверное, самая главная должность ваша мама. Да, итак, друзья, давайте, прежде чем начать, призываю присоединиться к нашему разговору и наших глубоко уважаемых телезрителей. Все просто, звоните к нам в прямой эфир по номерам, которые вы видите на своих экранах. Я продиктую 23 92 65, еще раз, 23 92 65, код города 8 878 2. Звоните, если у вас есть вопросы по теме нашего сегодняшнего обсуждения, пожалуйста, звоните, будем разговаривать. Итак, давайте начнем. К сожалению, сезон острых респираторных заболеваний в России в самом разгаре. Кривая заболеваемости растет вверх, буквально свежая статистика, по сравнению с предыдущей неделей, рост в целом по стране составил порядка 5%. И в связи с этим хочется узнать, как обстоят дела конкретно у нас в Коричаево-Черкесии, и, наверное, было зрело, но лучше вы, наверное, скажете этот вопрос. Добрый вечер. Да, действительно, эпидемиологическая ситуация сезонная у нас становится все более напряженной, хотя эпидемиологический порог в нашей республике еще не превышен. Но мы видим из новостей, по крайней мере, в крупных регионах уже идет подъем заболеваемости, в том числе и растет заболеваемость понемножку и ковидом, новой коронавирусной инфекцией. И поэтому сегодняшняя встреча, она очень актуальна. За последнюю неделю, а это 46-я неделя, у нас 772 человека больные заболели. Это за неделю, прошу прощения, или на данный момент? Нет, за неделю 772 человека заболели, из них один человек гриппом. Всего у нас в республике 8 человек сейчас больных гриппом, выявлены, подтверждены лабораторно. Но вот за эту неделю столько человек заболело, среди них, из них 521 ребенок заболел. Это 65% от всех больных. Госпитализировано у нас у РВИ на сегодняшний день 42 человека. Но благо, заболевание протекает в легкой степени у большинства, только у 109 человека, но средней тяжести. Но тем не менее, 42 человека, и в том числе большинство из них дети, они больные, они госпитализированы и лечатся в наших лечебных учреждениях. Спасибо большое, Маджана Руслановна. Вы, как главный внештатный эпидемиолог Министерства нашего, расскажите, вот статистику привела, было зрительно, 65% из них дети. Какой вообще порог, когда уже объявляют, скажем так, вот в набат бить? Рано ли еще или спокойно? И как вы обусловливаете вот такое большое количество заболевших детей? Чем обусловливаете? Добрый вечер всем. Дети, они как уязвимая группа. Почему мы при планировании вакцинации непосредственно от гриппа в план всегда входят дети, и там мы всегда 70% детского населения, мы всегда планируем для профилактики специфической, то есть вакцинации от гриппа. Непосредственно, когда нужно бить тревогу, когда устраивают карантин, когда все дети у нас радуются, когда их домой отпускают, наверное, нам лучше расскажет Елена Ивановна. Да, конечно. Хорошо, хорошо, давайте. Елена Ивановна, ну вот есть, это какие-то цифры, показатели должны, вот образно говоря, тысячи человек заболели, все, закрываем. Хорошо, я немножко объясню для телезрителей, что такое эпидемические пороги, потому что мы постоянно оперируем этими терминами. Да, слышим, слышим, но не понимаем. Все понимают, что есть такие мифические эпидемические пороги, что они вот, если пройдены, то это все, значит, все, эпидемия, значит, все болеют, значит, все, нужно карантин и закрывать, и все. И вот даже у нас в течение этого эпидсезона, который начался, ну, мы считаем, вот в сентябре начался, да, мы-то вот с сентября мы уже мониторинг устраиваем, у нас уже были такие моменты, когда были превышены эпидемические пороги в отдельных когортах населения. Ну, в принципе, для нас, для эпидемиологов, ничего страшного не произошло, потому что эпидемический порог – это расчетная цифра числа заболеваемости. Если идет заболеваемость больше этого, то уже считается, что идет превышение, и уже надо бить тревогу, уже как бы плохо, уже повышение идет уровня. Высчитывается эта цифра, рассчитывается, в нее многие показатели входят, и в том числе такие показатели, как заболеваемость за предыдущие несколько лет берется, за предыдущие пять, грубо говоря, лет. Ну, и также остальные моменты учитываются. Ну, вот если учесть, что в предыдущие годы у нас была пандемия коронавирусной инфекции, и были такие годы, когда у нас случаи заболевания гриппом, это 2020 год, были вообще нули, то получается, что эти данные заболеваемости ОРВИ, они отразились на расчетных уровнях эпидемических порогов. То есть получается, что в основном население, взрослое население болело коронавирусной инфекцией, дети были, детские коллективы были разобщены, в детские сады не ходили, сидели дома, дети не болели. И за эти годы у нас очень низкие показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И поэтому сейчас эпидемические пороги очень чувствительные. Вот небольшое количество детей заболело, а у нас уже идет превышение эпидемического порога. Вот примерно такая ситуация у нас случилась с когортой населения детей от 3 до 6 лет. У нас начиная с 38 недели, это сентябрь, 38 неделя, это начале сентября, вот 38, 39, 40, 41 и 42 неделя у нас было превышение эпидемического порога среди детей 3-6 лет по заболеваемости ОРВИ. Ну мы эти данные выдаем, население понимает, и даже в социальных сетях уже была такая легкая паника. Родители уже подняли вопрос, почему это вот так у нас все, почему дети болеют и что с этим делать нужно. Ну я скажу, что вот как раз в отношении детей, здесь вот это вот цифры, это цифры. Здесь такая ситуация в принципе не страшная, абсолютно не страшная. Если брать абсолютные показатели заболеваемости, то есть цифры, количество детей заболевших еженедельно, они, ну в общем-то нормальные, не вселяют никаких опасений, тревог, чтобы можно было волноваться. Ну и далее вот по этим эпидемическим порогам. Мы, управление Роспотребнадзора, естественно, мониторит заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сюда входят и грипп, и острые респираторные вирусные инфекции, и, собственно говоря, новая коронавирусная инфекция, ковид. Еженедельная информация, которую мы получаем из всех лечебных учреждений нашей республики, стекается к нам, мы суммируем, и вот таким образом мы держим, так сказать, образно говоря, руку на пульсе заболеваемости в нашей республике. За этот период текущего эпидемического сезона 2023-2024 года у нас в общем, среди совокупного населения нашей республики, эпидемический порог был немного превышен на 43 недели. Это вот в начале октября. Среди совокупного населения, прошу прощения, не среди совокупного населения, а среди взрослого населения только был превышен. Среди совокупного населения превышение эпидемического порога у нас еще не наблюдалось. Я очень надеюсь, и не будет наблюдаться. Эрнест, дело в том, что пока вот чем-то не наблюдаем, но впереди все будет зависеть от очень многих моментов. И, кстати, один из важных моментов – это вот иммунизация, которую мы сейчас с вами проходим. Да, я как раз хотел ближе к этому блоку пройти, но у меня все-таки с первых минут нашего эфира один вопрос. И, наверное, все-таки, Елена Ивановна, к вам вопрос. Вот Белазаретовна озвучила цифру 772 заболевших, из них один человек гриппом. У меня резонный вопрос. Остальные 771 человек чем заболели? Я объясню, от чего такие цифры. Скорее всего, наверняка гриппом болели гораздо больше людей. Но дело в том, что расшифровка этиологии заболевания происходит не у каждого заболевшего. Не каждый человек обследуется подробно, чем он болен. Вот на ковид всех обследуют заболевших. Если ковид снят, то дальше уже обследуются именно на грипп. У нас в начале эпидсезона первые заболевшие обследуются. В течение эпидемического сезона у нас обследуются те, которые были привиты от гриппа, должны официально обследоваться. Те, которые болеют в тяжелой форме заболевания, те, которые имеют контакт с птицей домашней или дикой, или со свиньями, то есть ухаживающие за этими животными. Но это для чего? Для того, чтобы исключить птичий грипп и свиной грипп. Это важные очень моменты. Также обследуются в эпидемических очагах в организованных коллективах. Должны заболевшие там обследоваться. Но пока эпидемический сезон у нас еще не в разгаре, он только набирает силу. И поэтому мы берем эмпирические обследования. По мере возможности в тех лечебно-профилактических учреждениях, где есть своя лабораторная база, там, конечно, больные обследуются. Инфекционная больница по клиническим показаниям. Но по идее, конечно, у нас должны обследоваться при подъеме заболеваемости, когда эпидемия будет в разгаре, если она будет в разгаре, там, вот, пороги превышены, да, у нас уже должно 98% заболевших обследоваться. И мы, конечно, стремимся к такому охвату нашего населения, лабораторная диагностика. А пока, у нас ежедневно... Учитывая то, что наше население, ну, по себе скажу честно, не особо любит ходить к врачам, только если уж совсем отвезут, скажем так. — Это не человек, который пошел, вот, это все, кто заболели, кто берет, идет на прием к врачу, у них сразу же, да, у них сразу же обследуют. — Мне кажется, большинство вообще к врачам и не идут, когда, ну, знаете, как обычно, дома мед, варенье, чай и пройдет. — Ну, к сожалению, но те, которые обращаются, особенно те, которые болеют в тяжелой степени заболевания, они обследуются. И поэтому вот их обследуют там сразу на много-много разных показателей, на грипп, на различные виды острых и респираторных вирусных инфекций, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и так далее. То есть на целую группу инфекций. И вот те, у кого выявлены гриппы, нужно сказать, что да, за этот текущий эпидемический сезон 8 человек выявлено, только лабораторно подтверждены. Болели наверняка многие, но вот именно лабораторно подтвержденный грипп 8 человек. Из них 4 человека — это гриппом под вида А и 4 человека — гриппом под вида Б. — А сколько их всего видов? — У нас обследуют сейчас лабораторно, мы обследование ведем, на 2 вида гриппа А и 2 вида гриппа Б. Потому что у нас вакцина четырехвалентная. Ну, почему вакцина четырехвалентная? Потому что Всемирная организация здравоохранения дала прогноз, что в этом году будут циркулировать вот такие вот типы вирусов. И поэтому обследуют именно на эти типы вирусов. Ну, в настоящее время, вот на прошлой неделе у нас один человек выявленный с гриппом Б, и еще у нас выявлен человек, заболевший РС-вирусом и коронавирусом. Но это не новым коронавирусом, ковидом, а старым коронавирусом, который еще был с незапамятных времен. Старый, который не страшен. Который не страшен. Ну, собственно говоря, сейчас и новые не особенно-то страшные. Ну, все-таки, знаете, уже слово так, коронавирус, не особо хочется в лексиконе слышать у нас. Вот заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что у нас на прошлой неделе обследованы 36 человек, выполнено 504 исследования на различные виды острых респираторных вирусных инфекций. Вот мониторинг возбудителей острых респираторных вирусных инфекций у нас ведется, ведется очень тщательно. Это радует. Хотелось бы узнать, как обстоят дела конкретно на местах. Уже говорили, что в зоне риска, к сожалению, дети. Поэтому давайте обратимся к нашим педагогам, которые, собственно, с детьми ежедневно сталкиваются. Родина Робизоновна, пожалуйста, вы можете сидя. Вам можно сидя, да. Давайте только честно. Как обстоят дела в гимназии номер 13? Я не буду вас спрашивать по всем гимназиям, понятное дело. Вы лучше отвечаете за свое учебное заведение. Насколько часто болеют дети? Добрый день всем. Конечно, я только за свою школу несу ответственность, поэтому буду говорить только о своей школе. Ну, с начала нового учебного года, я так анализировала, примерно с середины сентября и по сегодняшний день у нас, особенно до каникул, вот это вторая половина октября и весь октябрь до каникул, дети ушли 23-го числа октября, у нас процент заболеваемости было 8-9% от общего количества детей. Сказать, что вообще... Много это или мало? Это как бы... 8-9% просто, ну... В классах, если взять по классам, у нас 40 комплектов классов, в классах болели по 6, по 5, по 4, где-то 8-9 человек. Мы проанализировали, болели 8-9%. Вот как вышли новая четверть, сейчас у нас идет вторая четверть, процент, только 3% на сегодняшний день болеют, на сегодняшний день. Грипп, ОРВИ, ОРЗ, как-то вот такое количество. Вчера, сегодня собирали информацию болеющих детей по школе. Стало меньше. Намного меньше. Разорвали цепочку, видите? Во время каникул. Да, во время каникул дети были разобщены, здоровые от больных, и, в принципе, не было передачи вируса, заболевания. Ну, ажиотажа не было у нас. У нас как бы с ковидных времен, иногда, кажется, смотрю на учителей, уже как врачи, как медсестры, они знают, что делать, как делать, без паники. Если раньше у нас была паника, когда подъем заболеваний, сейчас спокойно. Единственное, скажем, вот рост идет заболеваний, давайте мероприятия. Ну, немножечко мы проводили за этот период, за первую четверть. Такого прям ажиотажа не было, но мы начали проводить, когда мы видели, что подъем немножечко, он растет. Если сегодня трое в классе нету, завтра их пять, ну, послезавтра может быть чуть больше, кто-то выходит, кто-то заболевает. И начали просто произвести фильтрацию у входа. Что мы делаем? Медсестра. Ну, как бы медсестра... Как старые, не скажу, что добрые. Добрые, но мы уже, я же говорю, мы даже знаем, что делать, ни у кого не спрашиваем, никого не ждем. Медсестра у входа, дежурный администратор, дежурные учителя. Но мы, конечно, температуру не мерили отдаленно, как раньше это было. Мы по симптомам. Чихание, кашель, ну, все равно же, мы же все-таки учителя, мы видим. Чисто внешний вид ребенка. Если нам кажется, что этот ребенок что-то неважно себя чувствует, этих детей к медсестре, медсестра более подробно их осматривает, температуру меряет. Есть дети, которых мы отправляли домой, конечно. Родителям звоним, родители приходят, забирают. И есть дети из этой категории, отправляли в учебные кабинеты, когда ничего не выявлялось. И вот таким образом. Вакцинация у нас 42% на сегодняшний день. Я предлагаю к вакцинации вернуться попозже. Ваши цифры затеряются сейчас в общем потоке информации. Я попрошу передать микрофон Фатиме Мухаммедовне. Вы классный руководитель целого третьего Б класса. Во-первых, можете привет передать детям. У нас прямой эфир. Всем мамам и деткам третьего Б класса и гимназии 13 в принципе большой-большой привет. Ну, раз привет передали, тогда расскажите, как в целом именно в вашем классе происходило. Вы видели там рост, понижение. И какие есть, ну, скажем так, нормативы, вернее, какие действия есть у педагога? Он может самостоятельно отправить ребенка домой, если видит, что он чихает? Вот как происходит этот процесс? Ну, ввиду того, что все-таки я работаю с детьми младшего школьного возраста, конечно, самостоятельно отправить домой я ребенка не могу. Но если я вижу симптомы, ребенок вялый, слабый, ну, внешние симптомы видны, я отправляю ребенка к медсестре, к медработнику. Медработник уже по своей инструкции работает. Если есть необходимость, мы связываемся с родителями. И, соответственно, родители принимают решение. Родители приходят, забирают ребенка домой. Дальше уже ребенок приходит в школу со справкой о том, что он абсолютно здоров после соответствующего лечения. Ну, вот если, вот я тоже внимательно слушала наших специалистов, много справок, очень много справок ОРВИ, ОРЗ, чтобы было заключение грипп, таких справок мы не видели. Может быть, немного странным покажется ваш вопрос, но вспомню свое детство школьное, поэтому задам все-таки, как часто дети симулируют? Маленькие дети не умеют этого делать, маленькие дети, первый-четвертый класс, это абсолютно такие открытые миру, обществу, дети. То есть, если он чихает, значит он чихает? Если он чихает, он может и засыпать. А как же это, колонхой в нос и старые добрые средства? Нет, нет. Так как я работаю с малышами, у малышей такого нет. Тем более дети приходят в школу общаться, дружить. Они получают удовольствие еще в школе. Да, конечно, Леонид Иванович. Я хочу как раз прокомментировать наших педагогов. Дело в том, что на прошедшей неделе по городу Черкесску мы мониторим не только Карачаево-Черкесскую республику, заболеваемость в целом, но и крупный населенный пункт нашей республики, город Черкесск. И, как правило, большая часть заболевших у нас всегда проходит по Черкесску. Если сказали, что на прошлой неделе 772 человека заболели, то по Черкесску из них 668. Понимаете, какое количество людей у нас болит в Черкесске. Но это, может быть, говорит о том, что у нас здесь, конечно, медицинская помощь более доступна, чем в каких-то отдаленных населенных пунктах. Но я хочу отметить, что как раз-таки на прошлой неделе у нас в когорте населения от 7 до 14 лет, это как раз школьники, у нас было небольшое превышение эпидемического порога почти на 5%. И что нужно отметить и заметить, дать на заметку всем родителям нашего города, что в этой когорте населения 7-14 лет сейчас идут очень большие приросты заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей у нас прирост на 32, ну почти 33%. А с чем это может быть связано? Вот как сказала была Заретовна, у нас было разобщение во время каникул, теперь дети пошли в коллектив, они начали делиться с вирусами. Да, они начали активно делиться с вирусами. И поскольку дети очень контактные, они на переменах и с соседними классами контактируют в рекреациях, и по дороге они со всеми переконтактировали, и домой они переносят своим бабушкам, дедушкам. Вот поэтому это как раз-таки та прослойка населения, которая активно передает возбудителей инфекции, и как раз это та прослойка населения, которая в первую очередь должна быть иммунизирована, чтобы создать прослойку и остановить передачу инфекции. И еще, Ирнас, если позволите, я небольшую ремарку сделаю по справкам. Вот здесь подняли вопрос о справках, о том, что это очень важный момент справки, чтобы родители знали, что если ребенок заболел, они обязательно в первую очередь должны обратиться к медикам. Это прежде всего из интересов их ребенка, чтобы не пропустить серьезные моменты в заболевании, чтобы врач назначил адекватное лечение, и для того, чтобы эта статистика прошла официально, потому что в школе могут закрыть класс на карантин, мы потом с вами позже коснемся этих вопросов, там нужно добрать определенный процент заболевших, чтобы педагоги сами могли закрыть класс на карантин и школу в том числе. Так вот, на карантин закрываются по официальной статистике. Если бы просто ваш ребенок отлежался, справку не принесли, то в классе, может быть, много людей заболели, но карантин будет только если 20% справок будет. Понимаете? Поэтому обязательно родители обращаться, нужно за медицинской помощью. Это очень важный момент. Давайте обратимся к родителю, Фатима Хазанбеевна, ваш ребенок ходит в школу. Расскажите, вы к какому типу родителей относитесь? Опять же, с просьбой честно отвечать. Те, которые при каждом чихе ведет своего ребенка в больницу или которые дают спокойно там несколько дней отлежаться. Давайте посмотрим, что там происходит. Добрый вечер всем. Ну, так как я сама медик, мне не приходится никуда не обращаться. Из правочки у самих получается. У меня профилактика. Самое главное. Я всех родителей всегда прошу, чтобы вакцинацию. Вот это самое важное, я считаю, для детей. Всегда поддерживать и как предлагают или как обязывают. Но они считают, что это неправильно. Вакцинация это должна быть, чтобы предотвратить вот эти вирусы. Все-все. И вот как говорили ранее, контактирование. Как мой ребенок начинает болеть. Да, нас ругают, что мы часто пропускаем. Мы отстаем, соответственно, но я сразу принимаю меры. Соответственно, я и капаю, и все, но профилактика есть. Но самое главное, что хотелось бы просить у родителей. То есть вы как медик не только о здоровье своего ребенка думаете сразу, вы думаете о будущем, чтобы он не заразил, не дай бог. Да, самое важное вот это. Вот вы затронули тему вакцинации. Вы и медик, и мама все-таки как маму спрошу. Реально ли помогает она? Да. На примере вашей семьи. Да, у меня старший взрослый как бы 17 лет, дочке 13 лет. И я довольна. Вначале я как бы как медик слишком все разбирательно ко всему подходила. Наверное, ее на атомы разобрали. Да, а потом я замечать начала, что это все плюс для моих детей. И вот уже который год, пять лет, как я придерживаюсь и по схеме всегда мы вакцинируемся. По поводу именно непосредственно помогает ли вакцина профилактика или нет. У нас есть как бы наука такая, как эпидемиология, учение об эпид-процессе. И есть доказательная как бы медицина, где непосредственно говорится, что особенно, когда это вопрос касается заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, самый эффективный метод профилактики – это профилактика уязвимого контингента. То есть для прерывания эпидемиологического процесса, то есть невоздействия на источник, то есть да, эти меры нужны, но они от общей заболеваемости нас не спасут, пока у нашего населения не будет коллективного иммунитета. Давайте тогда узнаем, было зрительно, наверное, к вам вообще, как у нас проходит вакцинация, когда она началась, есть ли первые результаты. Вот на эту тему очень хорошо сейчас расскажет Маржана Руслановна. Она как раз проводит мониторинг в Министерстве здравоохранения, она всю информацию собирает из медицинских организаций. У нас на предыдущей неделе, в пятницу, буквально, состоялась коллегия Министерства здравоохранения, на которой мы рассматриваем. А как часто именно в Министерстве обращают внимание, у вас там еженедельно эти коллеги? У нас еженедельные мониторинги, мы еженедельно собираем информацию из всех медицинских организаций. Первичного звена здравоохранения, где мониторируется и количество заболевших, количество привитых, количество медикаментозного обеспечения и так далее. Весь мониторинг связанный с этой заболеваемостью. И вот мы тоже рассматривали этот вопрос как раз в разрезе медицинских организаций. Где, в каком районе, как проводится вакцинация. Вот она нам сейчас и расскажет. Давайте, давайте. Да, вот цинопрофилактика у нас начинается с началом нового эпидсезона. На сегодняшний день это получается эпидсезон гриппа, 23-24 года, то есть 1 сентября. Хочется напомнить всем, что самыми благоприятными месяцами для создания иммунитета это сентябрь-октябрь. То есть мы должны все как бы помнить о том, что после проведения вакцинации у нас должны еще выработаться антитела. А в течение какого срока они примерно вырабатываются? Они начинают вырабатываться в среднем как бы через 2 недели, то есть 3-4 недели у нас будут уже защитные титры. То есть в разгар эпидсезона, когда мы ожидаем, у нас будут уже защитные титры. Вообще полагается, что в наступившем эпидсезоне гриппа и ОРВИДа, что необходимо нам на территории Карачаева Черкесской Республики привить 252 800 человек. Это у нас составит 61% от общего населения. То есть это нам позволит создать коллективный иммунитет, препятствующий активной передаче и распространению гриппозной инфекции. На первый взгляд, такие цифры огромные, 250 тысяч человек привить. Возможно ли это? Возможно, так мы достигаем как бы ежегодно этих цифр. 61% это не наше, как бы, скажем так, прерогатива выбирать. То есть не вы придумали эту цифру? Нет, это выбирает главный санитарный врач Российской Федерации. То есть там прописано не менее 61%. Где дети должны у нас составлять 70% от населения совокупного, вернее от плана. На сегодняшний день прививочная кампания против гриппа продолжается. И прививку от гриппа получили уже 189 256 человек. Это составляет 75% от подлежащих. То есть в общей картине детей там получается более 55 тысяч. А если точно, там 55 330. И в общей картине получается, что 80% детей и 73% от подлежащих вакцинации мы уже привили. Ну, значит, как я понимаю, идете к этой заветной цифре. И очень надеюсь, достигнем. И надо еще сказать, что вакцину мы получаем тоже постепенно. Вот я как раз хотел этот вопрос задать. Как это происходит? Привезли фуру вакцин, выгрузили и все? Или вот по мере запроса потихоньку? Хватает ли у нас сейчас вакцину? Хватно поступает к нам из Москвы, из Министерства здравоохранения. Она поступает в зависимости от наших заявок ежегодно. Все-таки численность населения меняется каждый год. И поэтому составляется заявка. И поступает отдельно вакцина для взрослых, для детей, которая потом распределяется уже по районам, по медицинским организациям. Это наши 10 районных больниц, 8 больниц и 2 поликлиники. И в Черкесске это городская поликлиника, это ЛРЦ, лечебно-реабилитационный центр. И детская наша больница республиканская. Иными словами, Белая Заритова, на данный момент, как я понимаю, дефицита вакцины нет от гриппа. Дефицита вакцин для нашего населения нет. Но есть предложение для того, чтобы все-таки порог был превышен, чем 61%. Мы стремимся к тому, чтобы выполнить его больше, до 70%. Потому что в идеале, если будет привито 70% от населения, то коллективный иммунитет будет очень хороший. И не возникнет эпидемии гриппа. И поэтому мы предлагаем приобретать нашим трудовым коллективам, руководителям, предлагаем больницам приобрести, ну, выйти с этим предложением перед работодателями, чтобы они для своих сотрудников могли приобрести вакцину именно с этой целью. Именно ту вакцину, которая нужна в данной ситуации для взрослого населения. Ну, позвольте, пользуясь служебным положением, немного похвастаться. Мы уже который год именно просим руководства, если не ошибаюсь, городской поликлиники к нам. Сюда коллектив приезжает. Мобильные бригады выезжают. Врач, да, мобильные бригады. Очень удобно, буквально там за час весь коллектив прошли. И это очень удобно. Вот я именно обращаюсь к работодателям. Если вы не хотите, чтобы ваши трудовые показатели падали, люди уходили в больничный, вы не теряли деньги на своем бизнесе, пожалуйста, сделайте так, чтобы они сделали вакцину. Елена Ивановна, такой вопрос, который часто задают. Что вообще из себя представляет эта вакцина? К вам вопрос, да? Я, во-первых, хочу добавить немного верность, что ваше руководство, ваше предприятие совершенно разумно поступает, потому что вы контингент населения, которые по роду своей деятельности контактируют ежедневно с большим количеством разных людей. То есть вы, во-первых, сами рискуете в зоне риска заражения. Мы-то ладно, люди важны. Вы можете передавать и приносить домой свои семьи. Поэтому это очень правильный подход, и я думаю, что это хороший пример для подражания. Что касается вакцин, я хочу сказать, что много существует разных заблуждений, конспирологических теорий и всего прочего, которые говорят о опасности вакцин, о том, что не нужно. Многие, даже я знаю некоторых медицинские работники, которые подвержены этой именительности и опасаются вакцинироваться. Но я просто хочу вас звать к разуму нашего населения. Понимаете, вот, ну, всегда нужно смотреть о мотивации. Кто заинтересован, кому это нужно. Кто заинтересован в том, чтобы наше население было здоровым. Наше правительство, наше государство. Поэтому наше правительство, наше государство выделяет огромные средства в рамках национального календаря иммунизации для того, чтобы привить вас от гриппа. Если вы будете болеть, в стране будет много больничных, много средств будет уходить на ваше содержание. Не будет создаваться национальный продукт. То есть государство заинтересовано, чтобы население не болело, чтобы население не умирало. Потому что если население будет умирать, не будет рано или поздно государство. Поэтому государство чисто из научных позиций ведет свою политику об иммунизации. Это правильно. Вот подумайте, никто вам не желает. Кто желает вам зла, да? Кто желает, чтобы вы много очень сильно болели? Кто в этом заинтересован? Ну, наверное, во-первых, наши враги, будем говорить, вы все догадываетесь, кто у нас враги. И во-вторую очередь, те, которые получают выгоду из вашей болезни. Это фармацевтические компании. Следовательно, скорее всего, вот эти все теории, все эти страхи, которые вы получаете в социальных сетях, вам там в уши льют о том, что это страшно, опасно, это оттуда. Вот задумайтесь немножко над этим, поразмышляйте. И всегда придерживайтесь мнением экспертов. Вот, кстати, хочу сказать, что все тут хвастаются о том, что все прививаются. Мы всегда прививаемся, наш коллектив тоже ежегодно полностью все делает прививки, вакцинацию от гриппа. Я делаю вакцинацию от гриппа с 2002 года ежегодно. И практически я, бывают годы, когда ни разу не болею, бывают годы, когда один раз болею каким-нибудь респираторными вирусными инфекциями. То есть мы все на своем опыте, вот и родители, и вы все население пытаемся убедить. Давайте, да, на этом примере тоже застрим немного внимания. Теперь, извините, что прививаю, что раз вы затронули, то тем давайте объясним нашим телезрителям, что вакцина, опять же, как с коронавирусом, помните, что вакцина не то, что полностью блокирует. Вы можете заболеть, но вы заболеете гораздо в легкой степени, чем могли бы без опыта. Да, я как раз к этому подхожу. Как раз таки вот вы задали мне вопрос, что такое вакцины. Ну, вы понимаете, что заболевания вызывают вирус, да? Вирус – это живой организм, это жизнь. Для того, чтобы вызвать болезнь в нашем организме, он должен попасть в наш организм и начать там размножаться. Размножаться может только здоровый организм. Что человек, что животное, что вирус, если он здоровый. А если он ослабленный или тем более убитый, который находится в вакцинах, а тем более, если это кусочек от вируса, который находится в вакцинах, попав в ваш организм, он не может вызвать болезнь. Многие родители говорят, вот, у меня ребенок не болел, не болел, сделал прививку, через несколько дней он заболел. Он не от прививки заболел, просто так совпало. Он находился в таком периоде, когда он уже заразился, или же вот только что заразился, или накануне прививки он подцепил инфекцию. То есть не надо грешить на вакцины. Вакцина здесь ни при чем. Вакцина это убитая, ослабленная или кусочек вируса. Кусочек вируса заболевание вызвать не может. То есть вот в таком вот ключе. Спасибо большое. Я хочу с большим удовольствием передать микрофон Инверому Зафировичу Байчорову. Главный врач Республиканского центра общественного здоровья, медицинской профилактики. Из одного названия вашего учреждения понятно, что главная цель это профилактика. Профилактика болезней. Расскажите чем можете делать эту профилактику. Самый главный вопрос, хватает ли сил, средств, кадров для того, чтобы сделать наше общее население здоровым. Назло врагам. Спасибо. Всем добрый вечер. Ну понятно, что самое главное у врача это слово. То есть мы должны донести до каждого человека необходимость профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Как профилактики любых других заболеваний, в том числе хронических неинфекционных заболеваний. Ну а как было уже здесь сказано, при острых респираторных вирусных инфекциях, там, грипп, ковид и так далее, есть специфическая профилактика и не специфическая профилактика. То есть специфическая профилактика, это как было уже сказано, это вакцина профилактика, а не специфическая все остальные виды, способы профилактики. Ну, тем более, здесь каждый родитель может сказать, что это такое, что употребление пищи богатой витаминами, нормализация режима сна, отдыха, особенно для ребенка, чтобы был полноценный отдых, чтобы было полноценное питание, сбалансируемое по всем витаминам, белкам, жирам, углеводам и микрокомпонентам. Чтобы ребенок гулял как можно больше на свежем воздухе, но при этом желательно не посещая места массового скопления людей и так далее. То есть после таких недобрых, как мы уже сказали, ковидных времен, меры профилактики всяких вирусных инфекций, мы все это уже знаем. Конечно, это тщательное мытье рук после посещения общественных мест, потому что грипп, ОРВИ это очень высококонтагиозные заболевания, поэтому если вы вышли на улицу, если вы проехали в общественном транспорте, если вы держались за ручки дверей, за поручни в общественном транспорте и так далее, то есть надо сразу же мыть руки с мылом или же при помощи антибактериальных препаратов, при помощи тех антисептиков, которые мы были еще вынуждены пользоваться в ковидные времена. То есть, ну и никто не отменял еще масочный режим. У нас как бы приказы в медицинских учреждениях, то есть уже введен масочный режим, то есть если вы приходите на работу для сотрудников, само собой, а если вы приходите для посетителей, для пациентов, которые приходят в медицинские учреждения, обязательно при входе воспользуйтесь маской. Вот у нас учреждения на входе всегда, для тех, у кого нет своей маски, на столиках расположены всегда маски и антисептики, которые вы можете обработать в свои руки. То есть самое главное это донести все это, я же говорю, вот наш центр занимается тем, что суметь вовремя донести до людей эту информацию. Это в том числе вот телевидение, большое спасибо ваше передать, передать вашему каналу за то, что уделили большое внимание этой проблеме. Это радио, это печатные средства массовой информации. То есть мы стараемся выступать на всех площадках медийных, которые нам только доступны. Ну и естественно у каждого нашего учреждения есть свои аккаунты в соцсетях и мы пользуемся этим. У нас есть своя мини-типография купленная при помощи нашего министерства здравоохранения, где мы можем распечатать инфографику, буклеты, листовки. То есть с этими буклетами, листовками наши сотрудники, наши специалисты выходят в массы, выходят на улицы, площади города, выходят в трудовые коллективы, в учебные коллективы, где мы стараемся всеми доступными способами, как для детской аудитории, так и для взрослой аудитории, донести до них важность профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Конечно, предотвратить, сами знаете, гораздо легче, чем потом все это лечить. И еще одно такое, которое с ковидных времен, никогда не геройствуйте. Если вы видите, что ваш ребенок или вы сами, у вас есть какие-то первоначальные признаки заболевания, то есть небольшая температура, 37 и чуть выше, какие-то неприятные ощущения в горле, насморк, чихание и так далее, то есть постарайтесь, особенно для ребенка, оставить его дома, вызвать врача на дом, это предотвратит осложнение заболевания, и к тому же ваш ребенок не будет, прервете цепочку, которую он не будет передавать эту инфекцию другим своим, или в детском садике, или в школе своим одноклассникам и так далее. То же самое для взрослого человека. Если вы чувствуете себя плохо, ну у нас, как бы, я думаю, с ковидных времен все это запомнили, что если есть температура, лучше остаться дома, вызвать врача на дом, никуда не ходить, тем самым не подвергать опасности ни себя, ни окружающих ваших партнеров, коллег и так далее. Поэтому здоровье все в ваших руках. Энвер Мазафирович, ну все-таки как к врачу задам такой вопрос, где эта тонкая грань между паникой, это когда любой чих и сразу бежать к врачу, мы тоже понимаем, что тогда тоже нагрузка увеличится. И вот, скажем так, запущенностью, когда уже совсем, вот как понять, есть такая некая градация, вот пример условный, ребенок заболел, вечером там небольшая температура, 37, 2, 3, 4, 5, вот такая, чуть-чуть кашлянул, стоит ли там спокойно подождать до утра, или до утра, или вот сразу скорую? Нет, ну 37, 20, даже скорую никакой родитель не вызовет, я так думаю, но утром желательно позвонить. То есть если на ночь, за ночь это все не прошло? Да, если за ночь все это не прошло, утром ребенка оставляете дома, и звоните в детскую поликлинику, в регистратуру, и вызываете врача на дом. То есть не отправлять ребенка в школу, потому что в школе у нас, как наши педагоги сказали, они очень осторожны, поэтому на входе его поймают и отправят домой. Поэтому лучше всего, конечно, побеспокоиться о своем ребенке и, конечно, побеспокоиться о самом себе. Было, Заритовна, ну вот давайте тоже немного пройдемся по стереотипам. Мне кажется, большинство населения, не только нашей страны, вернее, не только нашей республики, всей нашей страны лечится традиционно горячим чаем, лимоном и маминым вареньем. Скажите, насколько это все помогает, и стоит ли неделю есть это варенье, если все-таки температура не проходит? Ну нет, конечно. В первую очередь народные средства помогают только в начале заболевания, когда его еще, возможно, можно приостановить. Это там промыв нос, вымыв руки хорошенько, да, прочихавшись. Иногда это помогает, действительно, выпить горячий чай с лимоном, принять там таблеточку парацетамола, да, и к утру ты здоров. Бывает и такое ощущение, наверное, все это на своем, как бы, примере проходили. Если это просто начальная форма ОРВИ, но если это уже серьезная инфекция, то есть человек, если уже заболевает гриппом, то вот эти все меры, они уже не помогают. Резко повышается температура до высоких цифр, 38 и выше. Человек начинает, появляется сильная головная боль, общая слабость, недомогание. Ну, это состояние близкое к ковиду. Вот те, кто переболел этой инфекцией, знают, что тут не помогают никакие народные методы, и уже тогда надо приступать и к противовирусной терапии. Ну и, конечно, перед тем, как начать какое-то лечение, лучше посоветоваться с врачом. Сейчас, мне кажется, в пору того, что у нас так развита и цифровизация, и телефоны, смартфоны и так далее, любой человек может позвонить своему доктору, своему участковому терапевту, своему участковому педиатру. Мы все отвечаем на звонки, если какие-то вопросы возникают. Можно посоветоваться, почему? Позвонив и на скорую помощь, хотя бы посоветоваться с медиком, которые тоже подскажут, как себя вести в данной ситуации. Есть неотложная помощь в поликлиниках. Наверное, самостоятельно лечиться с помощью интернета не стоит. Не стоит. Мы пробовали, водишь кашель, температура, и там... Позвонить врачу, я имею в виду, с помощью любых этих, можно и написать, и позвонить, и узнать, как себя вести дальше. Но лечиться самостоятельно, конечно, нежелательно. Если ты сам не медик и не имеешь понятия об этом, лучше, конечно, обратиться. Во-первых, издать тесты, провериться, а что на самом деле. Потому что сейчас очень много... Вирус этот мутирует, мы только успеваем за ним. Я хотел об этом как раз Елене Ивановне подключить к нашему разговору. Я тут, честно говоря, готовясь к эфиру, удивительную такую статистику, даже не статистику, а удивительную цифру увидел, что порядка 200 разных видов ОРВИ существует. Это так? Совершенно верно, существует около 200 разновидностей возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. И каждый человек в своей жизни сталкивался с ними. И вот почему дети наши, когда маленькие, рождаются, сначала очень часто болеют, у них чуть-чуть что-то к сопле. Они пока не перезнакомятся со всеми двумя стами. Как раз они вырастут, они приобретут пока иммунитет, и они тогда уже будут более-менее устойчивы. Именно поэтому дети так часто болеют. И еще и у нас... Насколько они мутируют, да, вот так? Есть ли, самое главное, есть ли у нас, скажем так, технические средства, чтобы распознавать это вовремя? Ну, понимаете, в принципе, распознавать, ну, вот разве что ковид от гриппа отличать, потому что здесь подход именно в вирусной терапии различный. Это вот очень важный момент, но в основном все острые респираторные вирусные инфекции лечатся одинаково, по одинаковой схеме. Здесь, в принципе, вот именно эта диагностика такая, скурплюзная, она, в общем-то, может и не нужна. Но, опять-таки, здесь обязательно должен консультацию дать врач, потому что врач отлечит острые респираторные вирусные инфекции, банальные, от гриппа. И врач правильно назначит вам лекарства. И немного еще хотела добавить о том, что, ну, вы говорили о мамочках, которые прям начинают лечиться, там грамотные такие в интернете, все знают, читают, все смотрят. И вот я просто общалась, несколько раз у нас были, горячая линия работает, и вот звонили тоже родители, и я по этим звонкам имею представление, о чем они думают. Вот многие очень говорят, что я пока антибиотики не подключу, ребенок не выздоровеет. Да, кстати, очень часто, вот при любом чите сразу антибиотики. Вот как раз сейчас идет неделя во всем мире, идет неделя разумного применения антибиотиков. Эта неделя имеет очень такое длинное название, она усложнилась очень длинно. Но смысл этой недели о разумном применении антибиотиков. Антибиотик действует только на бактериальные виды инфекции, на бактерии, ангины, различные бактерии, которые вызывают там воспаление легких. Но острые респираторные вирусные инфекции в большинстве своим случаем возбуждителем их являются вирусы. На вирусы они не действуют. А назначая ребенку антибиотики, вы просто делаете эти антибиотики потом недоступными для лечения других заболеваний, которым может ребенок ваш заболеть позже. Если на фоне именно вируса присоединяется бактериальная инфекция, если ребенок температурит или взрослый 3-5 дней, присоединяется уже бактериальная инфекция, вот тогда и стоит уже присоединять антибиотики. Но это тоже должен делать врач, а не сам человек. Да, именно поэтому мы говорим о том, что нужно сразу обращаться к врачу, потому что врач сразу назначит правильный план лечения. Врач сразу сделает правильные выводы, что за заболевание и чем его нужно лечить. И ни в коем случае самостоятельно не назначайте своему ребенку антибиотики, не посоветовавшись с врачом. Опять же, готовясь к этому эфиру, наткнулся на одну очень интересную статью. И в ней говорилось, что россияне начали в последнее время болеть какой-то необычно долгой простудой. Симптоматика следующая, что кашель месяцами не проходящий, и температура, которая время от времени именно в районе 37-37,5. Вроде особо не смертельно, то есть человек может работать, трудиться, но он что-то в себе несет, вот эти все болезни. Не знаете ли, что это такое? Есть ли понимание? Рассуждать очень сложно. Для этого, извините, существует лабораторная база. Исследования проводятся именно для того, чтобы правильно поставить диагноз. Это может быть и коклюш, и любая другая инфекция, которые имеют такие сходные... Для этого нужно исследование делать. Да, из вашего вопроса тут можно вынести и ответ, услышать, увидеть. То есть у него температура, он ходит на работу. То есть вероятность того, что он не обращался за медицинской помощью, практически 99,9%. Кстати, да, логично. Да. То есть если бы он обращался за медицинской помощью, непосредственно он сдает анализы. То есть нам необходима идеологическая расшифровка. Ну, опять-таки, с целью. Правильная постановка диагноза, это наш 50% успеха. И 50% следующее, это правильное как бы лечение. То есть он даже не знает, чем болеет, если так как бы порассуждать. Да, он может как бы говорить, что это новый вирус, как бы новый штамм вируса. Да, может быть, это на самом деле так и есть. Но пока он не обратится, и пока лабораторно мы не получим этот штамм, этот вирус, опять-таки повторяющую идеологическую расшифровку и показатели в целом как бы организма, да, говорить мы об этом, к сожалению, не можем. У нас остается совсем немного времени. Я обещал дать слово снова педагогам. И уже один простой вопрос. Расскажите, как конкретно в вашей школе происходила иммунизация? Насколько родители активно поддерживают или не поддерживают? Ну, у нас на сегодняшний день 42% получили вакцинацию. Как у нас это происходит? Классные руководители раздают согласие родителей, обязательно с согласия родителей производится вакцина. Без согласия ни наш, ни другой, либо работник медицинский не производит. При получении медицинским работникам согласие от родителя, законного представителя, ребенку делают вакцинацию. На сегодняшний день 250 детей в гимназии 13 привиты, что составляет 42%. И этот процесс еще продолжается? Этот процесс продолжается. Этот процесс продолжается. Вчера буквально пару детишек видела сама лично, прививались сегодня утром. Мамочка сидела с ребенком, первоклассник прививался. Ну, чуть слабее, чем в сентябре, в октябре. Но еще идет этот процесс, прививается. Родители приходят с детьми, делают прививку. Возможно, дети болели в тот период, когда активно шла вакцинация. Вполне возможно. Это те, которые не успели, да? Да, там еще один факт. Если родители хотят, их не было, они болели. Или малейший симптом какой-то, вот насморк, самый незначительный. Нельзя же делать вакцинацию. Ждут, пока ребенок выздоровеет, тогда произвести эту вакцину. Итак, у нас время практически завершилось. Хочу подытожить немного эфир. Наверное, простые слова. Чтобы не болеть, нужно заниматься собственным здоровьем, а именно чаще гулять на воздухе, питаться правильно, заниматься спортом. Ну и, естественно, вовремя получать вакцину. Больше ничего, наверное, придумывать не надо. Все просто и с лакомизацией. Да, это вообще известно. При первых симптомах обращаться к врачу. Вот, правильно. И при первых же симптомах обращаться к врачу. Спасибо вам большое, друзья-эксперты. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что рассказали нам, как вести себя в этот непростой период. Ну а нашим телезрителям я напоминаю, что вы смотрели прямой эфир на Археис 24. Меня зовут Арнаст Чуков. С вами мы прощаемся ровно на две недели. Через две недели в этой же студии мы поговорим на другую, не менее интересную тему. Берегите себя и, конечно же, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова